Мы видим, как так называемое демократическое государство атакует самая основа демократии. Дело в том, что общественное наблюдение за выборами – это инструмент и способ, который помогает проследить за тем, чтобы все электоральные процессы были легитимны и транспарентны, то есть соответствовали всем международным положениям, всей такой большой нормативной базе, включая Устав ООН. И мы видим, что человек, который по собственному желанию, из-за того, что он является общественником, активистом, решил заняться общественным наблюдением, и так им и занимался и раньше, когда у него начались определенные жизненные последствия, связанные с репрессиями, которые к нему применило так называемое демократическое государство. Безусловно, и увольнения, и прочие преследования Стефана, они незаконны. Нет таких законов в Евросоюзе, чтобы за это преследоваться. Однако принимаются всякие локальные правовые уложения, якобы правовые, которые позволяют просто человека преследовать. Что мы и видим, да, он даже не успел вернуться, он просто дал объективную оценку референдуму в Запорожской области, здесь, в Запорожье. Он честно рассказал, что увидел, он не давал никаких прогнозов, никаких оценок, он просто сказал, что он увидел своими глазами, в глазах людей, в их словах, что он услышал. И из-за этого мы видим, что вся машина, репрессивный государственный аппарат на него обрушился. Его начали преследовать, травить в СМИ, доставать его близких. И это закончилось за определенными для него такими весьма понятными последствиями. Его уволили, да, и намерены преследовать дальше. И это говорит о том, что вот вся там западная демократия, это фикция, ее нет. И если надо человека преследовать, найдется и закон, да, или чье-то поручение, которое будет выглядеть как закон, для того, чтобы человеку фактически, политически отомстить. Мы видим, что похожая ситуация до степени смешения возникла и вокруг Джулиана Асанджа, который тоже незаконно преследует, несмотря на то, что то самое дело, по которому он когда-то был задержан, уже давно развалилось, и про него забыли. А цель, конечно, да, довести его до физической смерти, дав ему несколько, там, сот лет лишения свободы в Соединенных Штатах. И, конечно, это показывает, что те обвинения республик Донбасса или Запорожья, или Херсонщина в том, что электоральные процедуры, референдумы, воли, изъявления народа, выражения желаний людей нелегитимны. Вот они от таких ситуаций просто распадаются, поскольку дискредитация демократических процессов, прямой демократии, инструментов прямой демократии, референдум, это и есть демократия. Вот таким образом показывает, что у них никакой демократии нет, и они готовы из-за политических и финансовых интересов атаковать и чужое.